Безусловно, мухомор красный относится и пантерный к антиогенам, и достаточно эффективным антиогенам, они такие русские антиогены, на мой взгляд. Русские и по локации, и по действию. Если говорить о целеполагании и осознанности, то первое – это постановка цели. Когда человек берет эту упаковку в руки, он должен понимать, зачем он это будет употреблять. Иначе, как минимум, микродозин превращается в пустышку. Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас в нашем традиционном формате «С нами грибы». Подписывайтесь на мой канал, Михаил Вишневский, как ни удивительно, одноименный мне. Ставьте лайки, колокольчики, делитесь ссылками, ссылками делитесь обязательно, потому что только так мы сможем все вместе распространять грибные знания не только по России, но и по миру. Пишите комментарии, не короче семи слов, обязательно, иначе роботы это не увидят. И чтобы не затягивать время, представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Гост у нас уникальный, прямо не побоюсь такого слова. Это Дмитрий Долгих, врач, практикующий интегративный психолог, автор научных статей в сфере интегративной психологии, автор и ведущий более десяти контекстных психологических тренингов, награжден почетным знаком Международной Академии психологических наук, если я правильно разобрал аббревиатуру, за значимый вклад в развитие психологии и управляющий по Восточной России в Международной фармацевтической компании. Очень серьезный гость. Дмитрий, начнем со знакомства. Расскажите пару слов о себе. И, как я уже знаю, у вас был личный опыт микродозирования. Вот, пожалуйста, об этом нам поведайте. Спасибо. Конечно, поведаю. И прежде всего, спасибо за представление. Я сам слушал с удивлением и с гордостью о себе. И слова. Добавлю. Действительно, врач по первому образованию. Десять лет я в практической медицине, потом я ушел в фармбизнес, и до сих пор я работаю в сфере менеджмента. Более двадцати лет я в психологии, и последние два года действительно интересуюсь и практикую микродозинг. То есть про микродозинг могу рассказать вот с четырех разных позиций. Во-первых, со стороны клинического мышления, во-вторых, со стороны менеджмента, что тоже очень важно, мне кажется, если говорить о биохакинге, если говорить о применении микродозинга как инструмента, который будет менять человека и его сознание, и со стороны психологии, как человек, который и сам применял микродозинг, который видел, как он работает на моих клиентах. То есть я еще пару клиентов в день беру для того, чтобы практиковать именно психологические свои навыки. Что касается микродозинга, ситуация следующая. Мы разговариваем о мухоморах, и мы уйдем вообще в дальнюю историю, потому что я познакомился с мухоморами первый раз лет двенадцать назад. Это были эстонские мухоморы на берегу острова Самуи в Таиланде. Я тогда ждал очереди на Айаваску, и мне как компенсацию за ожидания дали пакетик мухоморов. Тогда вообще никто ничего не знал, ну я, по крайней мере, не знал о мухоморах. Мне дали этот пакетик, сказали, Дима, это вот эстонские мухоморы. Я удивился, почему эстонские мухоморы в Таиланде, но тем не менее сказал, как их использовать для того, чтобы получить какой-то эффект. Мне сказали, ну съешь какую-то часть шляпки, половину или четверть, и сам поймешь потом. Не знаю как точно, но вроде как так. Я съел четверть шляпки, ничего не понял, специально ушел на берег моря, сел в медитацию, никакого эффекта. В конечном итоге я съел все две, по-моему, там шляпки вот такого диаметра были. Грамм пять, не больше, видимо. Да, не больше. Я думаю, грамма три, может быть, да. И получил релаксационный эффект, который мне показался неинтересным. Вот, ну, глубокого измененного состояния сознания не получил, и забыл про мухоморы, то есть решил, что, ну, как-то вот не работают то ли на меня, то ли вообще. Забыл успешно я на лет, наверное, восемь. А потом я увидел ваш, Михаил, сайт, вот, и четыре года назад, наверное, да, и я увидел, что есть препараты, которые продаются в аптеке. Я удивил. Не в аптеке, а в интернете. Я удивился. Я удивился тому, что они называются микродозинг мухоморов. Я удивился тому, как это все случилось, какие люди могли это сделать. Вот. И посчитал отзывы, посмотрел, что... Тогда их, кстати, немного было еще, и посмотрел, что, ну, вроде, отзывы хорошие, и не наложено, вроде как правдивы, и заказал у вас дарк микро. Пропил курс все как положено в дозировке, которые там рекомендованы. Понял, ну, там инструкция написана, что ни в коем случае нельзя больше. Я честный человек, доктор, и исследовал инструкции, эффекта значительно не почувствовал. То есть, ну, месяц пропил, ну, вроде как, что-то как-то вот получше стало, но значимого чего-то нет. Потом я все-таки настойчиво еще раз обратился к сайту, еще раз посмотрел отзывы. Решил еще раз взять у вас, ну, упаковочку дарк микро и ред микро. Я две, по-моему, взял. И специально на летний отдых на природе. Думаю, ладно, поэкспериментирую с дозировкой. Тоже, в общем-то, не могу сказать, что каких-то вот ощущений я получил. Ну, и опять забыл. Вот. А потом, опять же, два года назад, два года назад мне все-таки настойчиво люди начали рекомендовать, говорит, ну, все-таки он работает. И я два года назад действительно понял, какой вы инструмент запустили. Вот. Я вам благодарен. С одной стороны, с другой стороны, я беспокоюсь, потому что вы выпустили антиогенного джина из бутылки на территории России, и не только на территории России. И вот это беспокойство, собственно, меня и отчасти привело к вам, да, потому что я неким образом вижу, что происходит в интернете. Вот. И все-таки, ну, вот тот аспект, который касается психологии, он некоторым образом, ну, если не пугает меня, то вызывает беспокойство. Вот. Вот, наверное, такая предыстория. Но сразу скажу, что микродозинг как инструмент великолепно работает, если его правильно использовать. И вот на клиентах, на своих я это вижу. И отдельно я еще раз благодарен за то, что вы запатентовали и ввели вот саму по себе торговую марку и биодобавку. Это невероятно. Ну, Дмитрий, спасибо вам за теплые слова. На самом деле, не так часто удается их услышать. И я должен признать, потому что, ну, это действительно очевидно. Да, это инструмент, но это получился такой инструмент, который мы сами все еще, даже как разработчики, да, и несмотря на это, и в том числе, поэтому продолжаем еще постигать. И сейчас наше понимание о том, как правильно этим инструментом пользоваться, оно, безусловно, меняется. И это хорошо отражено прямо на сайте и видно из продукции, потому что на сайте у нас там может висеть одно описание, да, там, условно, две капсулы с утра. На коробке продукты написано одна утром, одна вечером, а в инструкции может быть еще что-то третье. Но сейчас, благодаря огромному количеству уже обратных отзывов, да, там у нас десятки тысяч. Реально десятки тысяч. Мы пришли к пониманию, что… Сейчас постараюсь максимально кратко. Значит, раньше я считал, и это был в первую очередь мой личный опыт и опыт там той когорты несчастных, которые подверглись экспериментам. Добровольцев, естественно. Да. Что микродозинг красного мухомора да и пантерного – это недозозависимый продукт, да. То есть, вот есть там мусцимол, есть какое-то количество ГМК-рецепторов в голове, и хоть ты весишь, что, 20 килограмм, да, хоть ты 40-летняя изящная девушка, да, объем мозга примерно у всех одинаков, число рецепторов примерно одинаково, и поэтому вот как-то это одинаково должно работать. Спустя 4 года, уже почти 5 лет, мы теперь совершенно точно понимаем, что это, безусловно, дозозависимый продукт, что он действует не только на ГМК-рецепторы, а еще и цепляет и дофаминовую, и серотониновую системы. Безусловно. И имеет то, что… Мне даже страшно вторгаться вглубь этого термина, то, что специалисты называют «эффекты от эффектов», да, и так далее, и так далее. И сейчас получается, что действительно кому-то нужно, как в инструкции, там, одно утром, одно вечером, а кому-то три, кому-то пять, да, и по-разному. И, в общем, все это надо подбирать индивидуально. И что еще, с моей точки зрения, важно выяснилось, максимальная эффективность употребления микродозного красного мухомора возможна только в паре с психологом. Психолог в состоянии закрепить эффект, да, психолог в состоянии объяснить, там, и вот начинается правильная история с целеполаганием и всем остальным. И вот я надеюсь, что вы на вашем личном опыте гораздо более подробнее, чем я сейчас, про это нам расскажете. Вот, если мы возьмем сам термин «энтеоген», да, его не надо расшифровывать, уже все знают, что такое «энтеоген». это то, что плотно вошло в развитие личности так называемых осознанных людей, да, и практикующих психологов в том числе. Вот можете просто ваше личное отношение к этому выразить. Вот, да, Дмитрий говорит, Вишневский выпустил джин из бутылки на территории Российской Федерации. Но я же не один этим занимаюсь, и это не первый джин, да, и кто только этим не занимался в разные времена. Ваше отношение вообще к «энтеогенам» в целом как к инструменту? Можете пару слов сказать? Энтеогены, ну, это же не научный термин, да, и считается, что это растительное происхождение вещества психоактивные, которые влияют на нервную систему, да, и, наверное, в Европе все-таки Станислав Гроф первый выпустил джин из бутылки в этом отношении, и после того, как он это сделал, возникло целое направление психологии, трансперсональная психология, которая, ну, на самом деле революционна и имеет очень большой потенциал. И инструмент, который использовал Гроф, он использовался не совсем корректно иногда, и все же таки вот этот факт привел к тому, что этого инструмента мы сейчас и не можем использовать дальше. Что касается энтеогенов в психологии сейчас, ну, их осталось не так много легальных. Безусловно, мухомор красный относится и пантерный к энтеогенам, и достаточно эффективным энтеогенам, они такие русские энтеогены, на мой взгляд. Русские и по локации, и по действию. И получается, что энтеогены в психологии, наверное, являются драйверами и катализаторами, как ни странно, личностного кризиса человека. То есть, если разговаривать о личностном кризисе и что это такое, то это, наверное, такая ситуация у человека, когда она не может решиться обычными, традиционными для него способами и инструментами. Ну, Будда Шикямуни, известный всем, когда сформулировал у себя в голове свой куан болезни, старости и смерти, он не мог решить его обычными своими способами и пошел решать его нетрадиционными способами. Не энтеогенными, насколько гласит легенда, но, тем не менее, нетрадиционными. И решил, в конце концов. Вот, собственно, если возникает у человека какая-то ситуация, которая не решается обычными способами, вот тогда энтеогены – прекрасный инструмент для того, чтобы помочь проблеме или задаче, скорее всего. Не люблю слово «проблема». Вот это мое отношение к энтеогенам. Ну, энтеогены имеют место быть в психологии. И, действительно, здесь нужно, и если говорить о психологии, то, наверное, прежде всего это нужно использовать со специалистом. Хотя, опять же, люди же как-то жили раньше без специалистов, как-то они энтеогены пользовали, решали свои задачи. Но быстрее, наверное, и лучше с помощью, да, проводника. Да, тут совершенно невозможно с вами спорить. Другое дело, что где они, эти специалисты? Их все еще достаточно мало. Это движение хоть и немолодое, но там в той же России «Пойди найди специалиста, который будет работать с тобой с энтеогенами». Я уж не говорю официально, да, это прям… Хлопотно это, хлопотно. Хлопотно, хлопотно. Ну, ничего, я надеюсь, что в этом плане будет все в порядке. И вот, смотрите, поскольку мы уже с вами говорим о работе, постоянно всплывают два термина. Первый – это осознанность, это вот как раз к вопросу о том, да, а может ли человек работать с собой сам. На мой взгляд, это практически сверхзадача. Есть очень-очень мало людей, которые могут сами себя оценивать, контролировать, да, ставить себе задачи, фиксировать их решения, награждать себя дофамином, да, и дальше последовательно двигаться. Это прямо вот какие-то суперлюди. И второй базовый термин – это целеполагание. Да, все чаще и чаще. И, собственно, я тоже это активно продвигаю. Это соответствует и моему личному опыту, и опыту моего взаимодействия с теми людьми, с которыми мы проводили эксперименты в самом начале, да, и огромному количеству отзывов потребителей наших продуктов. Вот целеполагание. Может быть, вы с точки зрения практического интегративного психолога, да, объясните нашим зрителям, что это за две такие, на самом деле, серьезные штуки. Что это за осознанность, да, принятие ответственности на себя, откуда это растет и зачем это надо? Почему нельзя просто съесть микродозинг, и все будет в порядке? И что такое целеполагание? Как и для чего вот эти какие-то цели нужно выстраивать? Ну, целеполагание – это, скорее, даже менеджмент, нежели чем психология. Это способность ставить, прежде всего, перед собой цель или перед кем-то. Затем удерживать фокус внимания в соответствии с приоритетом этой цели. Ну, то есть выбирать между какими-то другими, которые внедряются регулярно в сознание. И третий момент – это поиск оптимального пути решения достижения этой цели. Вот эти три компонента, они в целеполагании укладываются. Это напрямую связано с микродозингом. Если мы говорим о целеполагании… Ну, для меня, опять же, наверное, это и в осознанность тоже падает. Цели для микродозинга могут в трех плоскостях находиться. В физической плоскости, ну, когда мы говорим о здоровье как таковом, о соматическом здоровье. А в социальной плоскости, когда мы говорим про отношения или про принятие себя, что, безусловно, тоже очень важный момент. Он даже может быть важнее, чем отношения с людьми. И в духовной сфере – это уже как раз антиогенные, вот истинные антиогенные свойства мухомора. И к этим трем слоям, в общем-то, разный подход, на мой взгляд. Потому что если мы говорим о здоровье, то, наверное, вот та дозировка и та инструкция, которая у вас присутствует в коробочке, она вполне себе удовлетворительна. Человек получает физический эффект от такой дозировки и от такого курса. Социальные слои уже требуют целеполагания более важного, более четкого, более значимого. Потому что микродозинг, помимо того, что он высвечивает проблематику, особенно мухоморный микродозинг, прежде всего, он начинает высвечивать проблематику, он еще и дает эти варианты возможных путей решения, совершенно иногда неприемлемых для психики человека. Ну, про духовную сферу мы, давайте, не будем сегодня говорить. Вот. И получается, что, ну, вот если говорить о целеполагании и осознанности, то первое – это постановка цели, которая, ну, должна быть, когда человек берет эту упаковку в руки, он должен понимать, зачем он это будет употреблять. Иначе, как минимум, микродозинг превращается в пустышку. Как максимум он может превратиться в препарат, который, ну, по большому счету может разнести психику. Об этом очень хорошо Стинг сказал в фильме Netflix «Хорошего трипа». И разносы психики осуществляются за счет того, что как раз человек не может иногда удержать эту цель на протяжении всего периода микродозирования, потому что, ну, вот пространство для него и в том числе и дорог, и путей, и целей некоторым образом расширяется. Ну, и вот третий момент – это оптимальные пути достижения целей. Тут, наверное, важен как раз, может быть, взгляд со стороны психолога или со стороны наставника, друга, подруги, в мой раз, ну, какого-то более опытного человека, который мог бы подсказать, что вот здесь вот так можно, а здесь вот так можно. Или даже не подсказать, а просто послушать иногда достаточно. Вот что касается целеполаганий. Подсказать, послушать, да, вообще, находясь внутри системы, да, если ты сам с собой пытаешься что-то делать, иногда очень сложно, а чаще всего невозможно воздействовать на эту систему. Надо выйти за пределы, да, или самому, или вот с помощью какого-то помощника, специалиста, да, и так далее. Ну, вот смотрите, Дмитрий, цель и полагания. С вашей точки зрения, уже с учетом вашего опыта, да, с учетом вашего большого опыта, а какие цели с помощью микродозинга лучше себе всего полагать? Вот что, с вашей точки зрения, для микродозинга в этом плане оптимальным, допустим, вообще не поставить себе цель получить удовольствие. Вот просто удовольствие получать. Можно так или нельзя? Это многих интересует. Это многих интересует. Я считаю, что это правильная цель. То есть мы, в общем-то, живем ради удовольствия. У меня такая точка зрения. Я закажу себе такую футболку. С такой датписью. Мы живем ради удовольствия. Прекрасно, да? Рассказывайте, очень внимательно вас слушаю. Но, опять же, вопрос в том, что в микродозинге цель лежит за пределами самого микродозинга. То есть если мы говорим о том, что цель микродозинга в самом микродозинге, то мы замыкаем цикл, который вам хорошо известен. Он и в мухоморных пространствах, и в других энтеогенных пространствах прослеживается. То есть мы зацикливаем сознание на одном и том же процессе. И удовольствие ради удовольствия, оно, по сути, деструктивно. Психика начинает, наверное, скучать. И тоже, в общем-то, реализуется в каких-то других пространствах, в каких-то других целях потом. Поэтому удовольствие как релакс, давайте так, как релаксация, это хороший инструмент для того, чтобы сделать психологический детокс и поднабрать энергию. А дальше есть тоже, опять же, некие такие ощущения у меня, что можно цели подразделить на две категории. Есть цели потребления, потребления чего-либо, контента, информации, жизни, вещей и так далее. И из этого черпать удовольствие. Есть цели созидания, когда ты начинаешь что-то, по большому счету, творить. И вот если удовольствие удается переключить из потребления в созидание, в игру в Демиурга, отчасти в Творца, тогда уже совершенно другой контекст микродозинга запускается. И мне кажется, от этого удовольствия получаешь даже больше. И это удовольствие действительно стоит поддерживать. Так что и то, и то возможно, только, наверное, на разных этапах. Разные этапы, да. Потому что, конечно, по ходу использования микродозинга многие люди действительно прилично меняют свои жизненные ориентиры, приоритеты, достаточно эффективно работают с собой. Вот поэтому, да, как бы целиком поддерживаем ваше высказывание. Дмитрий, если позволите, такой маленький вопрос в бок. Вот, я очень внимательно слушал, как вы описывали свои первые опыты знакомства с микродозингом. Во-первых, мне по-своему интересно, почему вы решили начать именно с пантерного мухомора, с дарк микро. И сразу второй вопрос, да, потому что, мне кажется, это будет органичное развитие первого. Мне показалось, да и всем, наверное, показалось, что описания ваших первых знакомств, они были такие, ну, в лучшем случае, нейтральными. Да, да, вот чего-то там как бы было, но ничего серьезного не произошло. И вот что все-таки случилось, что произошло для того, чтобы вы поменяли свое мнение о какой-то просто странной штуке на реально работающий инструмент? Вот, пожалуйста, если не сложно, сначала про пантерный, а потом как вот произошла эта смена отношений? Ну, пантерный я начал, получается, как раз четыре года назад. Первый раз, когда его... Начал я с красного в Таиланде. А, в Таиланде. В Таиланде 10 лет, там был красный. Тогда не было пантерных лухоморов вообще, наверное, потому что вообще экзотика была. Не было выбора у меня. Я взял то, что мне дали первый раз. Почему такой нейтральный, по крайней мере, комментарий? Ну, потому что я цели неправильные ставил. Я не понимал, как это работает, в каких дозировках и какие цели мне надо было ставить. То есть я в Таиланде пытался получить достаточно интенсивное измененное состояние сознания, которое получается, допустим, при холлоробном дыхании. То есть я хотел получить эффект измененного состояния сознания, не работая с собой, не работая с дыханием, и этого не получил. Во-первых. Во-вторых, там не было никакого длительного курса. То есть я это одномоментно принял и потом на 10 лет забыл. Почему второй раз, то есть четыре года назад я взял Dark Micro, потому что не сработал красный 10 лет назад. И я решил что-то посерьезнее. Да-да-да. Взял его и тоже, опять же, неправильно ставил цели. То есть я ставил цели, исходя из своих задач, которые не лежали в плоскости физических проблем. А получил тогда я, по всей вероятности, улучшение сна, улучшение самочувствия и улучшение настроения, которое даже я не заметил, потому что не фиксировался на этом. Я прошу прощения, я перебью. Это на самом деле вы сейчас описываете настолько распространенный случай, когда человек прибегает к микродозингу и спустя какое-то время, допустим, по завершении месячного курса пишет, и чего? И чего, да. На что я выбросил свои деньги? Где чудесные ощущения? Где какой-то эффект? Какая-то работа? Но мы недавно проводили эксперимент, и специально с такими людьми общались, и они с удивлением для себя выясняют, что на самом деле, да, эффекты есть. И в первую очередь это как раз нормализация сна. У кого-то снижение агрессивности, у кого-то улучшение настроения, у кого-то снижает стеснительность в определенных ситуациях. И так далее, и так далее. Просто именно из-за отсутствия понимания, а зачем ты это делаешь, не просто just for fun, а вот какая-то цель реально должна быть. И на самом деле работает. Так, все, прошу прощения. Да, давайте. По сути, целеполагание было неправильно выстроено, соответственно, и результат не зафиксировался. А два года назад, когда я уже системно начал к этому делу подходить, я прочитал Фадимана, я посмотрел протоколы микродозирования, и тогда уже совершенно по-другому я отнесся к этому инструменту и получил уже эффект, который мне нужен был, на тех дозировках, которые я сам себе подобрал, на той кратности приема через день, допустим, я дозировал, который мне был нужен, и тогда через, опять же, промежуток времени я начал отмечать те эффекты, которые мне были нужны. То есть я просто подготовился, в данном случае самостоятельно, прочитав дополнительную литературу, достаточно много дополнительной литературы, которая дала мне понимание, как это работает, на аналогии с другими веществами, которые используются в микродозировании. Поэтому и понял, как это можно использовать именно в психологической практике, не для поддержки здоровья, не поддержки сна, настроения, потому что в этом отношении у меня не было задач, которые я бы хотел решить. Вот, наверное, коротко. То, что вы спросили. Правильно ли я понимаю, что в итоге сначала вы провели эксперимент на себе и посмотрели, как работает продукт, и после этого уже начали практику с пациентом? Да. Если можно, подробнее расскажите про это, пожалуйста. Ну, опять же, для тех людей, которым нужно решить вопросы с теми задачами, которые обычным путем они не могут решить, вот в таком случае микродозирование я рекомендую. Но там тоже есть своя проблематика, потому что вот ситуация с входом в курс не у всех получается. То есть достаточно большое количество людей не входит в курс, потому что некоторые не отказываются от алкоголя. Это достаточно важный фактор, который влияет на эффект, особенно если говорить о дозировках чуть выше, чем рекомендованные. Понятно, что комплентность, ну, та вот это вот отношение к микродозингу, к таковому, что там можно не принять какой-то день или там можно там не утром, а вечером. То есть такая недисциплинированность тоже влияет. Ну, и вот этот вопрос с целью, потому что приходится долго разъяснять, а как это работает и зачем это вообще. Ну, и часть клиентов просто отказываются, потому что не будем мухомор есть, это же отрава. Но те, кто соглашаются, те, кто проходит здесь вот сложности промежуточного такого периода, те получают результат. И здесь есть такой нюанс, тоже опять же такой важный, что первые цели надо ставить на уровне физики. То есть вот акцентировать внимание человека на том, что как будет меняться сон, как будет меняться настроение, как будет меняться отношение его там утром к первой чашке кофе. А вот как у него будет строиться такие, потом уже чуть позже отношения там с людьми, которые его окружают, там как он будет ездить на машине, когда он через месяц после того, как мухомор уже пропил ездит, и как это отличается от того, что было месяц назад. Для этого нужен еще цикл деминга запускать. Но это опять же такая менеджерская процедура, когда четыре элемента запускаются. То есть сначала ставится цель, потом делается какое-то действие, потом оценивается результат, и потом идет коррекция цели. Ну, вроде как для большинства людей должно быть понятно, что именно так все это происходит, но почему-то именно к своему здоровью или к своей психике люди почему-то такими инструментами не пользуются. И опять же для того, чтобы этот процесс запустить, нужен еще один элемент – это фиксация результатов. И, как правило, здесь тоже сложности. Я не видел ни одного клиента, который каждый день ведет дневник. То есть у меня вот таких людей не попадалось. К сожалению, я постоянно советую людям вести дневник, фиксировать изменения или не изменения своих каких-то парламентных характеристик, но вот это прямо максимально сложно пробиваемая история – фиксация результатов введения дневника. Не знаю почему. Ну, потому что есть защиты, которые работают. Но я добиваюсь у многих того, что хотя бы раз в неделю это получается. И если не получается, то можно сделать все равно ретроспективный просмотр или снять какие-то проблемные зоны. Есть люди, которые беспокоятся, что происходит, и говорят, может быть, динамика вообще отрицательная. Может быть, я становлюсь зависим от вашего микродозинга. И все вокруг разрушается. Мухамор так тоже может работать. И тут надо возвращать человека к исходным каким-то параметрам. И инструмент дневника очень, конечно, полезен. Ну, или наблюдение со стороны, вот как специалиста, то есть мы иногда проговариваем то же самое, что было там месяц назад. И человек внутренне вспоминает, что да, действительно, именно так и было. Но это уже ориентируясь на мои записи, которые я веду по отношению к этому клиенту. Да, все верно, все правильно. Я примерно то же самое делал, когда я работал с макродозировками. Но это отдельная история. Это, помимо всего прочего, необычайно интересно и познавательно для экспериментатора, то есть для ведущего эксперимент, потому что, когда ты снимаешь историю на следующий день, а потом спустя три месяца, допустим, а потом спустя полгода, ты прямо видишь, как работает психика, какие защитные инструменты она в зависимости от типа опыта выстраивает. Да, да, да. Ну, на самом деле ведь все то же самое работает и на микроуровне. Просто надо понимать, как с этим надо работать эффективно. Вот, и уж раз мы заговорили о сроках и периодах, я бы хотел вот такой вопрос вам адресовать, не от себя, я подозреваю, что знаю ответ. А вот нашей аудитории, а как долго можно или нужно принимать микродозинг с вашей точки зрения? Вот один курс, два, полгода, с перерывами, без. Что ваша практика об этом говорит? Длительность. Есть такое понятие, его Дэниел Голлман ввел. Это автор книги, ну, наиболее его известная книга это эмоциональный интеллект и менее известная это измененные черты характера, он называется. Может быть, полностью я процитировал название, но точно измененные черты характера там присутствуют. Он анализирует там медитации и говорит, как долго медитировать-то надо, чтобы достичь эффекта. И говорит, что очень долго. Сразу расскажу всю книгу. Можно не считать дальше. Но фишка в том, что есть вот эти измененные состояния сознания, которые мы достигаем разными способами, не обязательно с антиогенными. Измененные состояния сознания проявляются иногда и в бытовом плане у людей, они инициируются совершенно бытовыми вещами. Просто не все их осознают или фиксируют. Ну и задача микродозинга, вот как раз, на мой взгляд, которая выходит за рамки самого микродозинга, это достичь измененных черт характера. То есть то, что хотелось... А, вот удовольствие. Это удовольствие, которое ты получаешь, употребляя какие-либо вещества, оно должно быть стабильным у тебя, без них, без них. Ну, грубо так говорить, потому что не все могут ставить себе задачу на удовольствие. Так вот, измененные состояния сознания, которые возникают во время микродозирования, они через время, по идее, должны измениться в измененной черте характера. То есть произойти, ну, если так грубо говорить, то по всей вероятности должно произойти ремоделирование нейронных связей с последующей их миеллинизацией, чтобы эти нейронные связи стали устойчивыми. И чтобы гормоны радости заиграли всеми красками и так далее. И чтобы творчество открылось, и чтобы радость была от деятельности, и от соприкосновения с миром, от соприкосновения с людьми и так далее. Вот до этого пор надо и принимать новый взгляд. Ну, как-то, да? Да-да-да. Ну, вот смотрите, я сразу перебью. Во-первых, удивительная вещь. Дозировка по мере повтора микродозирования она уменьшается. Ну, на мой взгляд, это так. То есть доза изначально, допустим, там, уравнялась условно говоря, грамму, да, или там полграмма, то через год, через два для того, чтобы достичь такого же эффекта, нужно, ну, в полтора раза меньше. И это уже хороший результат, на мой взгляд. Во-вторых, я могу сказать, что, да, ну, нейронные связи изменяются. Они сложно изменяются у взрослых людей, вот, но, тем не менее, они меняются, и устойчивые изменения формируются вероятно быстрее, чем при медитации. Вот, к сожалению или к счастью, но энтеогены работают быстрее. Да, действительно так, но недаром сейчас уже специалисты говорят, ввели новый термин, да, биологически индуцированная истина, да, то, что умеют энтеогены делать, и то, чего люди добиваются годами, иногда десятилетиями духовных практик, совершенно неожиданно, энтеогены могут донести иногда быстро, иногда даже сразу. Да, другое дело, как с этим работать. Еще один критерий, наверное, это принятие себя, то есть вот как только человек начинает в обратной связи говорить, я принимаю какие-то свои вот эти вот особенности, я понимаю, что именно вот так структурируется у меня реальность, я прощаю себя, условно говоря, или принимаю себя за это, и как он, и еще один момент, как только он отмечает, что окружающие люди тоже начинают меняться, даже не принимая микродозинг, вот это уже критерий, когда, в принципе, разговор идет о формировании устойчивых измененных характера. Микродозинг действительно меняет паттерны поведения, значит, друзья мои, я сейчас обращаюсь к зрителям, хочу обратить ваше внимание, в первую очередь, на то, что Дмитрий сейчас с нами беседует в основном как психолог, да, и он пытается до нас с вами донести то, что разумное употребление микродозинга, сопровождающийся правильно выстроенным целеполаганием, оно в итоге может привести к изменению каких-то черт характера, да, мы сейчас не касаемся прочих достаточно широких запросов, которые к микродозингу обращаются, да, отказ там от вредных привычек, алкоголь, нормализация сна, депрессия, да, и так, хотя все на самом деле так вот немножечко рядом, депрессия, алкоголь рядом, когда работает одно, да, работает другое, с алкоголем особенно сложно, действительно, особенно с чувством того, что, да, даже если ты отказываешься от алкоголя, у тебя может остаться алкогольное сознание, да, вот это классическое сознание алкоголика, и, ну, в каком-то смысле это уже и тоже черта характера, то есть, внимательно прошу отнестись к тому, что сейчас Дмитрий нам рассказывает, потому что, на самом деле, ну, понятно, что так, я буду говорить предельно просто, да, понятно, что так или иначе все делается в голове, да, и грамотный психолог с использованием хороших инструментов может просто перестроить вашу голову, это совершенно реальная задача, и не такая уж длительная при использовании микродозинга красного мухомора, вот, так сказать, я чуть-чуть перефразировал то, что вы сказали, просто с учетом восприятия моей аудитории. Гораздо короче, чем с обычными инструментами, конечно, то есть с психологическими инструментами обычного плана. Так, хорошо, идем дальше. Можете ли вы, Дмитрий, рассказать, значит, ну, всегда, да, как у Галича, там, или у кого, давай подробности, да, как в песне, вот, вы можете привести, если нет, так и нет, ничего страшного, какие-то интересные примеры из вашей практики? Да, не все интересные, то есть, ну, так, ну, да, это интригующе, ну, сложно выбрать, да, сложно выбрать. Нет, сложно подобрать к теме, которую мы с вами затронули, то есть, по целеполаганию, вроде как, вот, все обсудили, что касается, да, что касается... Это скорее статистически, да, то есть, то, о чем вы рассказываете, это статистически нормальный подход, да, который вызывает нормальную ответственную реакцию, и сложно выдержать какой-то случай, который бы туда не подпадал, да, вот в этом смысле. Ну, я просто не совсем понимаю, что такое интересное, то есть, необычные какие-то развлекательные характеры, или же, вот, что, или же интересно в плане... Серьезные, нет, серьезные случаи, конечно, интересные. Развлекательные, это у нас другой формат, а мы стараемся беседовать серьезно. Серьезные вещи, ну, мне кажется, они начинаются где-то через год после того, как микродозинг используется, потому что год это демонстрационные какие-то материалы для человека. То есть, год, ну, или, может быть, полгода, вот такой период, как раз драйва, кайфа, и вроде как все получается. И там могут действительно быть удивительные вещи развлекательного характера. То есть, человек прет во все стороны, и все очень красиво получается. и где-то через год микродозирования, может быть, чуть-чуть раньше, грибы, мукоморы перестают таким образом работать. и вот по поводу фана, я тоже не совсем с вами согласен. То есть, это не тот инструмент, который фан приносит, потому что мне все клиенты, особенно... А я же это не утверждал, я же наоборот сказал, что это как раз не для just for fun. особенно когда они внедряются в психологические аспекты своих задач, они говорят, вообще они заставляют работать, ну, мукоморы заставляют работать. И они удивительным образом заставляют работать. А, вот, кстати, по поводу интересного, развлекательного характера, это мой пример, когда я как раз начал микродозинку два года назад, у меня все полетело вокруг. То есть, начали ломаться всякие разные вещи внутри, снаружи, ну, вплоть до того, что дома начали происходить такие странные ситуации, когда ломается канализация. Я начал анализ проводить, как это происходит, потому увидел, что есть взаимосвязь. Ну, все же говорят, там знаки какие-то, да, там все такое, совпадения. И на самом деле, вот эти совпадения, они, на мой взгляд, не случайны. То есть, синхронизмы, они еще и Юнгом описаны, и психологи достаточно серьезные, говорят о том, что синхронизмы они существуют. Говорят о том, что мукомор вытаскивает проблемные зоны, которые, в принципе, уже недалеко от того, что сломается. И если чаще всего мы говорим об организме, своем там, обострении соматических заболеваний, которые на микродозинге идут, то интересный факт бывает так, что все проявляется еще и снаружи. Хотя, может, я это и приглючил. Ну, нет, Дмитрий, едва ли приглючили, потому что, да, у мукомора есть интересные свойства исцеления через обострение. Да, вот есть. Поэтому я говорю, что это русский интераген, но он через кризис работает. Да, он долбит, да, работает все. Прям под каждой буквой готов подписаться. Так, ну что же, мне кажется, мы с вами достаточно кратко и межсемьемко разобрали, да, основные темы и ваш опыт, вашу практику. Может быть, вы просто хотите что-то от себя рассказать, что-то, что я своими вопросами не подсветил. Пожалуйста, вы получите в своем праве. Если что-то хотите рассказать про микродозинг, особенности его употребления, применения, то будем рады послушать. Я буду об этом рассказывать в рамках курса университета интегративной психологии в ноябре. Это будет вообще, этот проект... Расскажите подробнее, пожалуйста, это очень интересно. Возник летом, то есть университет интегративной психологии и психотерапии решили сделать факультативный курс по биохакингу личностного роста. и мы его сначала планировали для студентов, но потом за пару месяцев поднабрался материал аж на семь часовых лекций, да и то там, конечно, мы не уложимся в час. Мы решили расшарить этот курс для всех желающих и совершенно бесплатно его предложить. Поэтому если интерес ко мне как специалисту есть и к теме биохакинга личностного роста, то welcome 6 ноября мы онлайн этот проект запускаем и будем разговаривать на первом этапе о микроэлементах и витаминах, которые влияют на центральную нервную систему, на втором этапе о гормонах радости прежде всего, которые можно подкачать у себя, простимулировать выработку и обеспечить стабильность выработки у себя в организме путем определенных практик. И третье это будет интенсивная психотехнология в том числе микродозинг мухамора мы очень коротко обсуждать будем для психологов как правильно ориентировать клиента по крайней мере который к ним приходит и признается им что он это тоже делает чтобы они не удивлялись потому что что у психологов что у докторов отрицательное мнение в большинстве своем на микродозинг вот и еще один момент интересный по отношению к микродозингу я считаю что комбинация его как раз с микроэлементами с витаминами и с некоторыми биологически активными веществами дает гораздо более мощный эффект и более того эта комбинация может быть направленного действия ну то есть если сравнивать допустим там ту же айаваску то шаманы они всегда ну не всегда а некоторые из них добавляют какие-то компоненты понимая что это будет работать вот так то есть шаманы тоже добавляют какие-то компоненты к основному там своему веществу понимая что это будет вот в данном случае работать именно в том направлении в котором их клиенты заказ сделали и тоже касается и микродозинга более того на мой взгляд еще один момент очень важен нутриентный статус который у человека на входе в микродозинг есть ну то есть его биохимические параметры и концентрация определенных микроэлементов прежде всего потому что их легко отконтролировать и отследить будет влиять на его вообще вход или не вход и на его дальнейшую динамику результат вот и вот вот эти вот микроэлементы и я начал отслеживать и у себя то есть я биохимию сдаю каждый год и с удивлением обнаружил что непонятно то что я пью биологически активные добавки у меня там идет дефицит на регион где я живу я пью регулярно в рекомендованных дозировках магний ну еще нескольких вещей которые там нужны вроде как для здоровья и сдавая анализы на фоне микродозинга при регулярном приеме суточной дозы некоторых веществ я обнаружил что эти вещества истощаются вероятно вероятно мы можем предположить что вот как раз ситуация связанная с выстраиванием и ремоделированием нейронных путей она для организма затратна и он требует условно говоря строительных элементов кирпичей которые во взрослом состоянии обычно не востребоваются потому что эти процессы идут обычно два раза у нас в жизни формирование устойчивых нейронных связей это до трех лет и в период полового созревания дальше природа уже сказала нет не надо вам меняться вот и только те люди которые занимаются личностным ростом они как раз всякой вот этой ерундой с ремоделированием нейронных связей занимаются природа таких видимо пока еще не увидела эволюционно и соответственно поступление вот этих микроэлементов в общем-то не сказывается на здоровье обычных людей да и на здоровье микродозинга микродозирующих она тоже в общем-то не сказывается но эффект замедляется есть у меня такая вот версия и мы ее будем обсуждать хорошая версия я Дмитрий знаете я тоже самый видел те же данные для ежовика да ежовик у нас мелорепаратор да натроп там и все такое прочее и вот какие-то дефицитные состояния неожиданно возникающие да небольшие дефициты но четко фиксируемые в плане микроэлементов и витаминов да вот при интенсивном приеме ежовика уже тоже показано ну это одного порядка судя по всему явления да как раз работа вероятно но ежовик же все равно эндогенным эффектом обладает безусловно про это даже в википедии уже написали так что тут уже не отвертишься я теперь немножечко беспокоюсь о своем судьбе в связи с этим но я надеюсь что обойдется вот как раз в ноябре будем обсуждать вот эти процессы личностного роста то есть там три этапа личностного роста его разрешение личностных кризисов и вот на этих трех этапах возможные пути решения это информация и для психолога будет полезной и для обычных потребителей которые занимаются собой так друзья я прошу вас серьезное внимание уделить курсу лекций про которые сейчас нам рассказывал Дмитрий ссылки на эти мероприятия мы поместим в описании к этому ролику прошу это не игнорировать не специалистов которых у нас большинство и специалистов на самом деле у меня на канале приличное количество врачей в том числе психологов подписано пожалуйста не игнорируйте это чрезвычайно интересно мы сейчас с вами находимся прямо в те времена когда все рождается зарождается на глазах и как небольшое встречное предложение я Дмитрий хочу вам сделать сейчас мы суммируем в свою очередь все наши наработки разработки отклики и собираемся сделать нечто под названием мухоморный интенсив это будет тоже курс который будет включать в себя какое-то количество занятий и роликов и лекций и вот я был бы чрезвычайно вам благодарен если бы именно как лектор спикер сейчас говорят приняли бы участие в формировании этого нашего мухоморного интенсива прямо был бы рад я с удовольствием ну отлично значит все будет хорошо потому что ну мы двигаемся мы прекрасно мы двигаемся отлично правильно в нужном направлении все-таки я надеюсь что мы мы как государство да сумеем отойти вот чисто запретительной парадигмы да и перейти в парадигму осознания понимания регулирования да но такого регулирования не которое однозначно подразумевает запреты которое работает с предметом да и начинает уже разбираться что хорошо что плохо и так далее и так далее ну что же друзья мои с нами был Дмитрий Долгих я очень благодарен ему за этот эфир потому что такие серьезные эфиры к сожалению пока у нас случаются еще не часто но большое счастье что они уже начали случаться это говорит о том что тема мухомора она переходит в серьезные руки и начинают заниматься серьезные люди и серьезные организации начинается полномерное полномасштабное исследование я думаю что в самом обозримом будущем несколько лет три-пять не знаю мы будем знать о мухоморе гораздо больше чем знали наши предки а в целом все хорошо я прощаюсь с вами на этом не волнуйтесь не переживайте все наладится потому что раз с нами грибы то значит с нами вселенная до свидания друзья мои